Эта история началась в 2006 году. Шестилетний Жора Винников, до этого здоровый, подвижный, жизнерадостный мальчик, вдруг начал жаловаться на периодические боли в животе. Обследование показало страшную картину – нейробластома запрешенного пространства. Хуже всего было то, что рак обнаружен уже на последней стадии. Два года мальчик провел в стационаре детской областной больницы. Два года родители верили, что сына удастся спасти. Два года Жора надеялся, что больничные стены – это не навсегда, и он сможет вернуться домой здоровым. Нужно только потерпеть. Попасть в больницу на лечение было непросто. После обследования в институте Блохина собрался консилиум, решавший, что делать с Жорой. Один из врачей спросил – мама Винникова, вы знаете, что лечение нейробластомы четвертой стадии – одно из самых дорогостоящих в мире. Вы сможете оплачивать трансплантацию, которая стоит десятки тысяч долларов, не считая нескольких операций и химиотерапии. Какие средства у вас есть? «Есть двушка, в которой прописано шесть человек», – ответила Люда. «Есть автомобиль вас». «Понятно». И Люду с Жорой отправили домой, сказав, ему невозможно помочь. Дома будет хорошо, мама с папой будут держать за ручку. Но мама не собиралась просто держать сына за ручку, наблюдая, как он медленно угасает. Семья Жоры стала искать возможности госпитализации в детскую клиническую больницу. И добились своего. В больнице после высокодозной химиотерапии и операции Жоре стало намного легче. Но ремиссия, к сожалению, длилась недолго – произошел рецидив. И когда стало понятно, что варианты лечения исчерпаны, врачи выписали их домой. После выписки семья осталась один на один со своей бедой. Мама сама оставила сыну капельницы, вводила лекарства через катетер. А те лекарства, которые им выдавали, были неэффективны. Мальчик постоянно испытывал жуткие боли. Родители Жоры ходили по поликлиникам, пытаясь добиться рецепта на обезболивающий пластырь. Скорые приезжали по вызову, вываливали перед родителями содержимое своих чемоданов, показывая отсутствие морфина и любых других сильно действующих обезболивающих. Ставили недействующий простой энергетик и уезжали. Обратно в больницу их уже не брали. Врач в поликлинике готов был назначить препарат. Но рецепт на лекарство, содержащее наркотическое вещество, выдать мог только районный онколог. Но он оказался в отпуске, и его никто не заменял. Рецепт на обезболивание поликлиника подготовила только к утру той самой пятницы, когда мальчика не стало. Он его так и не дождался. После смерти Жоры работники благотворительных фондов «Вера» и «Подари жизнь» стали добиваться открытия детского хосписа. Место, где палеотивные маленькие пациенты могли провести остаток жизни без боли. Полноценный детский хоспис «Дом с маяком» был открыт лишь спустя 11 лет. Основатели фонда дали ему именно такое название, потому что когда в семье неизлечимо болен ребенок, это похоже на шторм. Земля уходит из-под ног и вокруг темнота. Маяк подает сигнал, на свете есть место, где помогут справиться с болью. Сейчас в хосписе работает 400 сотрудников. Еще около 500 волонтеров оказывают постоянную помощь его подопечным. 15% расходов берет на себя государство, а 85% складывается из небольших пожертвований обычных людей. Семьи получают помощь абсолютно бесплатно.